здравствуйте пришла посылочка с сайта iherb посылка дошла очень быстро отправили мне ее 20 октября и 31 октября она же в украине у меня хочу сделать ее распаковку что у нас этой посылке это у меня будет же дыре я вот до этого заказывала вот такие ягоды горжи не закончили вот на витас даже видно они такие как сочные более такие должны быть посмотрим покажу в обзоре я взяла сыр тофу соевый сыр взяла его за пол цены за доллар чем-то в шор дэйт смотрите под видео ссылка на даты с коротким сроком годности срок годности у него я думаю нормальный январь 2017 но бывает вот попадает такие вот распродажи то есть он был с придется с 50 процентной скидкой где-то за доллар чем-то я его взяла было бы место по весу я бы конечно взяла и больше вот и на данный момент был такой силкин тофу нежный тофу тофу можно ну как заменять им сыр можно его поджаривать у меня вот есть пищевые дрожжи сайхерба тоже они содержат витамин b12 вот я видела делают если он конечно не рассыпается его можно порезать на кусочки даже обжарить и он будет тогда со вкусом сыра потому что вот эти пищевые дрожжи которые есть на их рябе они очень придают хорошо вкус сыра я даже добавляю там на пиццу сыплю там на макароны и заменяют сыр я сыр не ем здесь постоянно заказываю заказываю или от бобс редмил или от frontier все равно она одинаково хорошая по цене одинаковая соду я расскажу зачем я заказывала с ним я ее принимаю вовнутрь для выпечки она не имеет никакого привкуса я ее не кашу даже уксусом как обычную соду в принципе она не яркого такого привкуса не дает выпечки сейчас по продукту вам упаду помялся как всегда чай ну очень вкусный чай я его беру постоянно таза чай здесь черный чай даджилинг в составе белый чай ягодный такой как черничный такой вкус у него мне очень нравится самый такой из всех чаев сейчас на данный момент такой нейтральный он вроде как и не зеленый не чисто зеленый ну тут вообще зеленого нет мне сейчас зеленый как-то не всегда утром например мне хочется больше черный выпить и чайные пакетики обычные я брала еще с персиковым по моему вкусу там неправильные пакетики они с металлической скобой а здесь вот чисто чисто такие пакетики обычные бумажные и на ниточке классно очень чай рекомендую кто еще не попробовал но я его постоянно заказывал я заказываю кинулась и херба и скруп и амарант пока я еще ничего другого не заказывала амарант это лебеда по нашему нас раньше произрастала она потом что-то ее видимо истребили раньше ее ели монахи и жили долго она очень такая здоровая полезная и кстати замечен такой эффект бодрости она придает такой сильный бодрячок какой-то такой радость не за энергию видимо придает большую количество она такая мелкая и и мыть не нужно потому что он ее не помоешь она вся как бы всплывает и его сольете вы на чисто это уже крупа как-то я когда первый раз заказывал у меня выспалась много на данный момент вот посылка была набита сильно нормально дошла срогу насти тоже здесь хороший 30 марта 18 до 30 марта очень полезное содержание здесь белка полезно большое количество белка есть если вы не едите мясо то здесь вы даже получите больше чем мясе белка и еще других полезных компонентов пальцы 8 процентов витамин c4 процента железо 20 процентов либофлорин 6 процентов фалат 6 процентов фосфор 20 процентов нет и 4 процента тиамин 2 процента кальций 8 процентов 180 калорий жиры даже есть очень вкусная такая крупа она такая как даже такой вид она как и кромой вот такая вот интересно такие маленькие, как икриночки. Очень вкусно. Я делаю сейчас внутренняя каша, у меня такая полезная. Я добавляю в нее еще грецкие орехи, мелко нарубленные или раздавленные такие я делаю свежие орехи, грецкие, сырые. Добавляю еще семя льна, добавляю кокосовое масло, или у меня кокосовая мана в моем случае. И получается очень вкусная каша. Еще можно добавить ягоды Годжи, которые я заказала, очень тоже они сладко-кислый такой вкус дают и насыщают Годжи. Вообще они содержание витамина, я не сказала, зачем нам нужны Годжи. Годжи они большое количество витамина С содержат, то есть очень хороший антиоксидант, мощный. Можно их настаивать, напиток делать, то есть заливать водой и потом выпивать этот напиток и съедать ягоды тоже. Очень полезно. Так что такие каши я сейчас делаю полезнее. И главное вкусные. Раньше кашу не любила, но сейчас благодаря ахербу научилась. Еще у меня вот такой вот попкорн. Вот так он выглядит. Купила попкорн, потому что в последнее время стала покупать в магазине попкорн, а он с солью, с маслом каким-то. Есть там всякие сыры еще вкусные, но я так сыр не беру. И взяла чистый попкорн на ахербу. Сказали, что его тут очень намного хватит. Сказали, что он хорошо, полностью весь раскрывается. Его можно делать в микроволновке, можно готовить его на сковороде под крышкой. Никогда еще не брала. Мне нравится попкорн. Я беру попкорн, потом добавляю коричневого сахара немножко и добавляю еще агаву. Сироп агавы и получается сладкий такой, если вы любите сладкий. Можете добавить соль, потому что вы любите сыр. Там всякие есть еще. На ахерби есть даже приправы какие-то сырные, по-моему, есть приправы к попкорну. Я никогда не брала, но здесь очень надолго его хватит. Невыгодно брать в магазине, потому что там продают маленькие пачечки, а здесь, я не знаю, пару столовых ложек и будет огромная порция попкорна. Здесь 680 грамм. Представьте, сколько получится попкорна. Он же ведь увеличивается, не знаю, во сколько раз. У меня тут очень много получается спродуктового. Здесь еще кокосовое такое, тоже как кокосовый крем. Я вот беру кокосовую манну, я показывала, делаю кокосовое молоко. И в принципе этот крем, он намного дешевле. Ну, он дешевле, не намного дешевле. Но в принципе он такой же, как кокосовая манна, немножко вот так вот я его сейчас достала. Он в вакууме упакован. Хорошо. Не надо стекла никакого, не разбивается по дороге. Он, когда замерзает, расслаивается. Одна часть вот это вот, поменьше это масло кокосовое. Вот эта часть мякоть. Кокосовое молоко, оно делается из мякоти кокоса. Вот кокосовая вода, это кокосовая вода, а вот само кокосовое молоко делают вот из мякоти. Поэтому я где-то беру одну чайную ложку, там или две чайные ложки вот этой массы, добавляю горячей воды и у меня получается кокосовое молоко. Еще я добавляю соевое молоко, я уже рассказывала. Что я сделала вот с этим брикетиком? Я его положу на батарею или в горячую воду. Все оно, когда размягчится, я его просто равномерно размешаю в этом пакете. Пакет он больше, чем надо, то есть есть возможность размешать. И потом просто перелью в банку, и оно застынет уже однородной массой. То есть масло смешается с вот этой кокосовой мякотью. И тогда я уже просто его, когда оно застывает, Летом оно просто перемешивается ложкой, оно мягкое. Вот зимой, когда холодно, оно в принципе вот такой однородной массой. Добавляется, делается молоко или просто можно в кашу непосредственно ложить. Ну там куча всяких рецептов, соусы делают. Очень, там 3 чем-то, по-моему, долларов стоит, недорого. Здесь 200 грамм. Я всегда его там стараюсь теперь брать, потому что у меня кокосовая манна уже почти с предыдущего заказа половина закончилась. Ну она намного дороже, ну она дороже немножко стоит. А это дешевле. И по весу тоже выгодно нету стекла никакого, банок. Очень классная штука. Буду в каждую посылку ложить. Даже если я беру кокосовую манну от нутивы, то все равно вот этот вот кокосовый крем я тоже беру. Он, если сравнивать с кокосовой манной от нутивы, если хотите найти в поиске пай-хербу, ищите коконат баттер, потому что коконат ойл есть, это кокосовое масло. А вот именно если вы хотите баттер найти, вот именно чтобы было с мякотью, то вот вбивайте в поиске коконат баттер. Тогда вы найдете вот именно вот все виды кокосовой манны, там кокосового крема, вот этого все вы найдете. рекомендую, классная штука я его использую для овсянки, например, я заливаю овсянку просто кипятком, а теперь я добавляю в овсянку кокосовое вот этот крем или кокосовую манну, еще ложечку добавляю соевого молока, и у меня получается вкусное молоко вкуснее, чем с обычным молоком, я раньше не любила овсянку на молоке, но вот это вот растительное мне нравится молоко с ним овсянка очень вкусная, я ее полюбила раньше не любила ни овсянку, ничего не любила ни каши, а если какая-нибудь каша такая типа гречки или вот как кино, какая-то экзотическая, то я просто ложечку чайную добавляю в тарелку. Оно хорошо растает. Немножко, конечно, такой привкус терпковатый, потому что это все-таки мякоть здесь содержится. Ну, классная штука, рекомендую. Вот это я брала по акции, и, по-моему, уже два раза я брала за полную цену 4 с чем-то немножко тут прорвалось. Потому что посылка тяжелая была все здесь, ну, ничего страшного. Надеюсь, там все в порядке. Это, получается, заменитель сахара, который с агавой и он не такой, как ствия, скажем так, привкус имеет, поэтому я его беру. Мне нравится. Там, получается, один пакетик. Я ложу на одну чашечку, и мне хватает. Чашечку чая, например. Вот такой пакетик мне хватает. Их здесь этих пакетов 35. На сайте, кстати, нашла, есть еще другой вид вот такого сахарозаменителя. Тоже, по-моему, с агавой. Вот я закажу. Там побольше упаковка. Тоже его попробую закажу. Ну, вот этот я уже заказывала третий раз. Один раз я там за доллар с чем-то по-моему, акция была. И вот сейчас два раза заказывала. Мне нравится. То есть оно дозировано. Сироп агавы потяжелее выходит, там и подороже. А здесь за 4, по-моему, доллара с чем-то. Мне 35 пакетов. Ну, то есть хватает почти на месяц для упаковки. И меньше, наверное. Так что он идет по акции. Сейчас кто еще не брал, может воспользоваться акцией. Ну, и повторно я тоже, в принципе, решила взять. Мне понравилось. Здесь 0 калорий идет. Органическая агава в составе. Здесь идет инулин из голубой агавы. И стевия экстракт. И фруктовый экстракт. Ну, сразу говорю, что кто думает, что можно это диабетикам, то нет. Потому что не вся даже стевия подходит диабетикам. Там надо смотреть, какая стевия с каким составом. И агава, она вообще диабетикам не подходит. Потому что она там с инсулином творит какие-то невероятные кандибоберы. Поэтому не рекомендую у кого рисковать, скажем так. То есть почитайте информацию. Агава, она тоже на регулярной основе тоже в больших количествах не рекомендуют принимать. Купила ручку за 10 центов. Вот такую деревянную, бамбуковая, наверное, ручка. Айхирп. Бывает, Айхирп бросал ручки просто бесплатно. Вот я купила за 10 центов тоже. Заходите в раздел пробников, когда вы делаете первый заказ и последующий. Там некоторые даже пробники можно бесплатно взять, я слышала. Ну и повторно там каждый раз не забывайте, можно два пробника в корзину положить каких-то недорогих. Так же самое вот Агава. Вот это вот сахарозаменитель можно положить. Вот я села ручку Айхирп. Мне нравятся их ручки. Не знаю, почему. Катурный заказ. Это у меня от Экатус вот такие спонжи очень хорошие. Потом продемонстрирую. Очень хорошо они очищают. Я брала и местные, и с Алиэкспресс заказывала. Здесь такие довольно круто. Хотя они делаются в Китае, но все равно очень классные спонжи для умывания. Я их использую. У меня как раз закончились. Вот заказала такую. Недавно появилась. Ну как недавно? По-моему, летом появилась. Только вот такая тушь. Мне как раз все туши закончились. Для ресниц от Physician Formula. Хорошая марка такая, Physician Formula. Я беру этой марки часто. Беру там косметику всякую. Там пудры мне нравятся. У них, в принципе, тоналки хорошие. Вот побаивалась я брать эту тушь, потому что как-то я брала тушь зелененькая такая, с листочком. У них тоже от Physician Formula. Очень классная марка, конечно, это Physician Formula. Но увидела, я еще летом хотела. Ее все никак не доходили руки заказать эту тушь. Видела обзор Кати. Там есть такой блогер. На Эхирбе она в Америке живет. Фитнес такая, гуру. И она очень хвалила эту тушь. Прям как накладные ресницы. О, здесь как раз силиконовая кисточка, как я люблю. Так вот выглядит она. Это я сразу потянула очень много. Попробую, расскажу в обзоре об этой. Очень красивое, конечно, произведение искусства. Здесь для девочек. Девочковая такая. Здесь получается такой обычный как бы футлярчик. Но он сверху там такой идет как аппликация. Бархатная какая-то аппликация. Ткань, туфелька. Ну, в общем, вообще произведение искусства. Я в шоке. Вот. Еще бы она так хорошо работала, как она выглядит. Ну, надеюсь, она ресницы сделает красивыми мои. У меня ресницы такие как бы не сильно закручиваются. Поэтому я больше люблю силиконовая кисточка. Даже я здесь не поняла, с какой она кисточкой. Что-то там в отзывах никто даже не упомянул. Самое важное, как всегда бывает, эмоции затмевают радость от продукта. Бывает, девочки даже забывают написать. Вот для меня важна, например, форма кисточки. Вот здесь силиконовая. Она какая-то такая закрученная, такая меленькая. Но я думаю, интересно. Она такая довольно толстенькая. Но ничего, я буду делать обзор, наверное, я расскажу о ней. Уже она мне нравится. Еще у меня из косметического здесь такое вот масло. Это масло шиповника. Такое по отзывам. Это самое лучшее масло, которое на Ихербе есть. У меня такое масло уже есть. Меня попросили заказать. У меня еще полбаночки есть. Хорошо, она доехала. Вот это масло почему беру? Оно, я помню, что оно со сроком годности. Да, здесь июль 18-го стоит. Потому что на масле Ауракасия, например, нету срока годности. Поэтому, особенно если кто-то просит заказать, докажи потом, что оно не старое. Вот такое масло. Это получается масло шиповника. Оно идет в стеклянном бутыльке с пипеткой такой стеклянной внутри. Доехала хорошо. Все вроде хорошее. Это чистое масло шиповника. Роза маскета получается. Здесь ингредиенты. Это органическая роза маскета. Масло семян. 99% токаферол, витамин Е. 1% антиоксидант. Хорошо очень для кожи. Я наношу бывает. Ну, я не часто, потому что у меня кожа жирная. Мне не всегда хочется. Ну, бывает зимой особенно хочется, когда очень пересушенная кожа. Я использую это масло. Мне оно нравится. Хватает 2-3 капель где-то на один раз на все лицо и шею. А если наносить на влажную кожу, то еще даже лучше впитывается, как мне кажется. Мои такие наработки. А, еще по косметике. У меня здесь 2 дезика, как всегда, бросила. Вечно мне их не хватает, потому что вечно просят у меня. Мои запасы я отдаю. Всегда кто-то просит заказать. Вот, поэтому вот я 2 заказала. У меня еще один есть в запасе. Один заканчивается. Надо засечь, насколько мне его хватает. Это мой любимый Real Purity дезодорант. Отличный дезодорант. Он немножко такой кремовый, жидкий в шарике. Шариковый дезодорант. Очень хорошо работает надолго. Не вызывает никакого дискомфорта и не раздражения. Приятный имеет запах. Ну, в общем, все, что можно требовать от дезодоранта. Не пачкает одежду, не жирнит. Как вот, например, есть дезодоранты на маслах. Они, конечно, одежду пачкают. Вот. Рекомендую этот дезодорант. Аж 2 заказала. Кстати, на Эхербе сейчас, если вы заказываете 2 каких-то... На него, кстати, была скидка. На Эхербе в октябре очень много было скидок всевозможных. Под видео я всегда рассказываю, какие скидки. Вы следите за моим последним видео. Я всегда новые скидки текущие. О них рассказываю. И вот сейчас на Эхербе идет такая длительная акция. Сколько она продлится, я не знаю. Но такое уже было. Потом убирали. Если вы берете больше 2 единиц, то вам 5% скидки идет. Поэтому, если вы... Ну, и здесь была, получается, там двойная скидка. Вообще была скидка на косметические многие бренды. И еще была 5% скидка. Поэтому он мне достался по хорошей цене. Остальное у меня здесь БАДы на этот раз. Потому что у меня вечно всегда меня критикуют, что у меня очень много БАДов. Но у меня в последнее время что-то я посылок меньше заказываю. И у меня по БАДам прям паника. Если у меня не забит весь... Не забит, если у меня весь этот... таблетница не забита БАДами, у меня уже паника. Мне кажется, что мне что-то не хватает. Я сейчас на регулярной основе заказываю витамин К2 и во всех разных вариантах еще, чтобы был приемлемый состав его в количественном. Витамин К2 нам нужен для чистых сосудов. Он хорошо выводит излишки кальция, который кальцинирует наши сосуды, очищает. Если вы принимаете кальций, витамин К2 желательно с ним принимать. И вот я нашла на сайте вот такое называется Natural's Plus. По-моему, вот так. Вот это, наверное, название этой марки. Ну, такая марка очень натуральная. Такие натуральные составы у них травяные. И здесь получается 120 микрограмм витамина К2. Его достаточно где-то от 80 даже достаточно. 80 микрограмм в день К2 принимать. Он из М7 изготовлен. К2 миноксенон. Вообще, К2 вырабатывают из бобовых натуральным образом. Недавно там идут уже разработки даже клинические. То есть, он хорошо чистит сосуды и очень много для костей он полезен и все такое. Но еще здесь в составе, так как я хотела заказать много всего, я люблю и грибы и всякие там травы. Здесь в составе еще помимо витамина К2 еще есть брокколи, семена льна получается, ацирула, кардицепс, это грибы получается здесь и очень много майтаке из грибов, еще корень имбиря получается, в общем, еще-еще грибы-грибы и хлорелла даже здесь есть, и еще дикая блюбри есть ягода, в общем, сок томатов, очень классный состав, потому что я хотела и водоросли, и грибы и все сразу здесь есть. Хлорелла, спирулины, по-моему, здесь нет, кардицепс я очень люблю, но это все вмещается в 225 миллиграмм, то есть не сильно большое, наверное, если все по отдельности брать, поэтому я и кардицепс отдельно хочу еще заказать, но хлореллу я заказала, по-моему, да, хлореллу я заказала, буду хлореллу пить где-то по 4 таблетки, здесь 180 таблеток, вот это Helter Origins марка, у них спирулина хорошая очень, но вот хлореллу я принимала, ну, другой марки, правда, мне даже больше, чем спирулина, хлорелла нравится, потому что очень видно по ногтям, волосами будет хорошо все, 500 миллиграмм, это, по-моему, в 3 таблетках, так для себя решила, что я буду принимать 4, так здесь рекомендуется, 3 таблетки дважды в день, 6 таблеток в день, в общем, взяла вот эту хлореллу, мне очень нравится состояние ногтей, волос, когда я ее принимаю, она еще очень много всяких показаний дает, она чистит хорошо кровь, разжижает кровь, ну, в общем, очень много полезных, выводит токсины, выводит тяжелые металлы с организма, в принципе, в наших условиях экологических, которые у нас сейчас по всему миру, можно сказать, она нам нужна на постоянной основе, и вот этот еще я взяла витамин К2, здесь тоже немножко есть хлореллы, немножко грибов, немножко брокколи, тем более я хотела взять дим пропить или брокколи, ну, для профилактики я периодически пропиваю, для нормализации гормонального фона, он полезен для женщин, ну, и вообще брокколи и грибы, это противоопухолевые, скажем так, средства, ну, здесь, получается, и грибы нарисованные, и помидоры, еще другие всякие овощи, в общем, без глютена, вот это вот идет К2 витамин, Naturals Plus, наверное, марка называется, 60 капсул, одну в день достаточно, потому что здесь 120 микрограмм, К2 больше не надо, то есть это на 2 месяца мне хватит, и еще я взяла коралловый кальций, я сейчас, вот если пью кальций, то я обязательно заказываю витамин К2, потому что нужно выводить его излишки из сосудов, чтобы, а витамин К2 он как раз загоняет в кости наши, правильно, по назначению, потому что может неправильный быть обменные процессы, и кальций откладываться не там, где надо, вот это коралловый кальций, еще мне нужен магний, у меня сейчас, кстати, тик какой-то появился под глазом, века дергается, вот, кстати, я связываю с нехваткой магния, кальция здесь получается в двух капсулах 500 миллиграмм и 250 магния, но магния я стараюсь где-то 500, поэтому получается, что мне надо где-то 4 будет штуки пить препарата, обычно я его пью 2 в день, ну, посмотрю я по ситуации, но в данном случае у меня некоторое время пропустила, возможно, из-за этого, бывает, если у вас какие-то судороги, сокращаются мышцы, то вот может быть нехватка кальция, магния, здесь еще витамин D даже добавлен, вот, ну, еще я буду 102 пить с витамином, так, это у меня, все расскажу, очень много всяких новинок, я заказала по Абадам, которые давно хотела заказать, есть информация о них, это получается кора сосны пинебарк экстракт, есть такой препарат, как пикногенол, очень дорогой он, он очень полезен как бы нам для профилактики всевозможных заболеваний, в том числе онкологических, хорошо от аллергии тоже, ну, вообще вся корана очень хорошо помогает, лучше даже, чем бывают растения сами, и масла, вот, и это пикногенол, конечно, за 20-30 долларов, за 60, не всегда закажешь, правильно, и поэтому по акциям его как-то нет, я вот давно хотела заказать, это всего лишь 5 чем-то долларов стоит баночка, вот этого коры этой, и нужно принимать одну таблетку в день, получается, расскажу больше уже в обзоре, потому что сейчас у меня уже камера скоро вырубится, а еще я ничего не рассказала, так, это кверцитин от аллергии, смотрите, в следующем обзоре или в предыдущих обзорах я о нем постоянно рассказываю, не могу я без него, без этого кверцитина, очень хорошо, он как и антиоксидант идет, на баночке вообще написано, что лечение простаты и почек, всем он полезен, но когда вот идет сезон аллергии, я без него не могу, и периодически где-то капсулу в день, я даже сейчас его пью, еще от этой марки МРМ, как кверцитин, хорошая марка, релакс-ал, хороший здесь состав, у меня валерьянка заканчивается, вот, и чтобы лучше спать, я взяла вот этот препарат, он якобы очень хорошо успокаивает нервы, здесь тоже есть валерьянки 250 миллиграмм, где-то 500 миллиграмм перед сном бывают валерьянки выпиваю, здесь кальций, магний есть, о, кстати, здесь есть кальций и магний, поэтому я коралловый кальций буду пить в маленьких дозах, потому что буду учитывать, что у меня есть кальций и магний в этом препарате, а, ну это в 4 штуках, ну в общем, рассчитаю как-то, вот, почитайте отзывы, перейдите по ссылочке, я там ссылочки оставляю, очень хорошие отзывы, особенно со сном нормализуют, еще здесь написано, что для мускулов, для, а, релаксация, ну магний, он вообще, если вы не можете расслабиться, у вас болит спина, то магний очень хорошо дает расслабление, и ночью кто плохо спит, магний не соменит, расскажу в обзоре, ой, это у меня деформировалась баночка, это пчелиный прополис, очень полезный для иммунитета, я сейчас как раз простудилась, и, как оказалось, я не запаслась никакими противовирусными, это пчелиный прополис, вот сейчас буду его усиленно пить, потому что кашель не проходит, какая-то простуда, горло, видимо, вирус какой-то, и оказалось, что у меня и подарки нет, и грибов сильно нет, и хорошо, что я заказала этот пчелиный прополис, буду его пить для иммунитета, сейчас полечусь, еще вот такой заказала, гравиолу, я о ней уже рассказывала, я брала в капсулах, у меня заказывали большую баночку этой гравиолы, просили заказать, я вот себе потом заказывала, очень классная, очень штука гравиола, я слышала, даже мне, человек, который заказал, у него знакомый, принимал гравиолу, и она метастазы в легких четвертой степени убрала, в такой степени это сильный препарат, он чистит кровь, для профилактики онкозаболеваний, очень полезная, очень мощная штука, и, кстати, по-моему, поднимает настроение, не знаю, сколько его можно принимать, но, в принципе, почистить организм, почистить кровь, гравиола, это такой экстетический фрукт, у нас даже протеют, какой-то чай, там, я не помню, ароматизированные чаи были, вот такая была посылочка, у меня с сайта iHerb, вот это была распаковочка, такая у меня, очень много всего, придется все равно снимать еще одно видео, более подробно что-то рассказать, и что-то я уже попробую, и, может быть, какие-то будут отзывы, для новых покупателей на сайте iHerb, если вы заказываете впервые, не забудьте использовать купон на скидку SJS024, под видео, есть ссылочки, и вам будет скидка, сейчас в Беларуси, там, таможенные лимиты установили, что в очень маленьком количестве можно заказать, кто проживает в Беларуси, заказывается iHerb, и не может очень много заказать, там, я не знаю, или 20 долларов ограничения идет, точно не знаю, то я слышала уже, какая-то там тоже девочка, которая про iHerb рассказывает, сделала видео, она заказывает через посредников, есть такие сайты-посредники, не помню, как они называются, там, по поиску найдите, там, в общем, есть несколько фирм, таких посредников, которые вы можете боксбери заказать на адрес в России, и они вам переправят 5-килограммовую посылку уже в Беларусь, потому что с России, видимо, нет вот этих таможенных лимитов, и где-то выйдет посылка 5-килограммовая, как вот, нам Украину, Ди-Челла, поэтому поищите информацию, есть такие пути через посредников, сайты-посредники, у них есть адреса в России, приходит посылка на боксбери, вы даете просто их адрес, и потом уже они вам пересылают в Беларусь. Все прекрасно работает, спасибо за внимание, всем здоровья, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!